Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой! Уехали на Железноводск! Топливо! Всё, дочь, ещё подожди, пиликает. Вот тут горит ещё. Свет нельзя. Всё, поехали. Итак, читаю комментарии, адресованные мне друг. Валентина Флорова. И как хватает терпения писать мемуары. А потом читать с выражением эту грязь. Только успевает листики переворачивать. И всё до единого ролика. Про Олю. У неё уже, наверное, места не осталось, которое она не обхезала. Вот по жизни с таким человеком столкнёшься и не отмоешься. Чем она ей не угодила? Все живём по-своему. И скажу честно, И зашла на него просто от любопытства. Только нервы себе сделала. И зачем надо было заходить? Ещё писать, делать себе нервы. И строчить коммент. Для чего? Лидия Иванова. Слог отвратный. И научитесь читать. Учусь. Если уже взялись за неблагородное дело, пожилой человек, а сплетничайте, завидуйте молча. Кому завидовать? Уралочки. В отличие от вас, Уралочку слушать не противно. Да, она всему завидует Ольге. Со всеми этими нюансами смогла раскрутить свой канал. Сколько у неё подписчиков? За 100 тысяч и больше. Если накрутить, я могу это сделать, но мне оно не нужно. А у этой грузинки даже 500 человек нет. Вот и весь секрет – зависть. Уралка бы одна не смогла ничего сделать. Это всё хитрый блохаст. Я его так называю. А завидовать тут просто нечему. Поклонники Уралки всё время пишут про зависть. Видимо, для них такая жизнь с таджиком – предел мечтаний. Сейчас смотрю, их мубанк. Сидит, скальпаж, ходуном ходит. Красота неземная. Обзавидовалась я прямо. Сафар ли ей помогает? Или у самой мозг работает? Но подписчиков вагон. Опять она. Об одном и том же, что у Уралки много подписчиков. Да пусть хоть миллион пусть будет. А у этой бочки с глазками пшик и нет почти. Я не поклонница Уралки, а вижу картину объективно. Грузинка неинтересного сюжета. Придумать не может своё типа ничего. Ни готовить нормально не умеет. Посмотрела её стряпушество стрёмненько. Ну, каждый по-своему как может, так и готовит. Как-то странно. Одного человека критикуйте. А про Уралку почему ничего не написали? Ведь про Уралку можно тоже написать. Афишная тумба с поросячьими глазами и верблюжьим горбом на шее. Готовит какое-то хрючево. Пробыть я вообще молчу. И упертая, как баран. Блохаст ей говорит. Не надо жимолость сажать. Её никто не ест. Нет. Губы поджала. Посадим. Конечно, не ей сажать. Живот скоро на боты упадёт. Один из признаков умственных отклонений человек не слышит и не хочет слышать никого. Какое ваше дело, пожилая женщина? А кто вам сказал, что я пожилая женщина? Я, может, тоже ищу себе такого блохаста в интернете. Заняться, что ли, больше нечем. Заняться, что ли, больше нечем. Воспитывайте внукам. Здоровьем займитесь. Противно слушать. Ну, не слушайте меня, пожалуйста. А о своём здоровье я ещё не жаловалась вам. Чё вы меня посылаете? На себя в зеркало смотрела? Да вот я с вами разговариваю. Камера передо мной. И всё время я смотрюсь, как в зеркало души. Завидуй молча. Чтоб я молчала и завидовала. Маргарита Исаева. Как неприятно на вас смотреть и слушать. Как валится оно из вашего рта. Надо. Надо уже готовиться к другой жизни. И не брать грех, вливая всех помоями. У каждого свой путь. И каждый пройдёт его так, как заслужил. Не спешите отправлять других в иную дорогу. Мы не сплетники. Просто Ольга не любит, когда ей указывают. Даже когда блохаст ей делает замечания, ей не нравится. А сама что угодно может сказать. Совсем за языком не следит. Не думает вообще. А что такое сплетни? Пожалуйста, напишите мне. Ваше мнение. Вот каждого. Прошу вас. Что подразумеваете под словом сплетни? Люди что видят, то и комментируют. Не хотите слушать правду? Не показывайте свою жизнь. Хотите денег? Терпите. Ольга Уралочка зайдёт в магазин, накупится всего, набирает полностью тележку, и она бедная ничего не ест. Она и колбасу Абдугани покупает, а сама её всю в окрошку изрезала. И она не ест ничего, всё, что покупается в магазине. А чем эта женщина вообще питается? Скажите, пожалуйста. Святым Духом скажете? Работает на даче один блохаст. Молодец. А Ольга работает комментатором. Такому работящему мужчине ещё бы и бабёнку помоложе, сколько в нём силы и энергии. Бобёнка у блохаста похоже на родине. С молодой бабёнкой он бы не имел дачу и не работал бы, потому что молодым не нужна дача. А Ольга старой закалки, и он её взял совсем добром, сам ничего не имея. Мне пишут. Ты тоже пенсионерка? Ищешь молодого? Представляете? Знаете, к женщине идут за состоянием. Это именно тот случай. Ну, блохасту тоже от Оли нужен только кошелёк и имущество. Уж не думаете же вы, что он её любит безумно? Тут такое смешно её вычитала, но всё равно прочту, не хотела прочитать. Правильно, на неё и домкратом не подымешь. Он Олю очень любит, прям любовь. Да ещё когда был на родине у себя, все плантации пробегал и всем нам доказывал, что Оля его единственная жена. И всё время оглядывался, чтобы его никто не услышал. А если это действительно так, так надо было кричать во всё горло, а не спокойно прятаться из-за угла и смотреть по сторонам. Ты сейчас кричи. Выйди сейчас и кричи на всю, что твоя единственная любовь. Приехал Коленьке к любимой единственной жене, там у себя на родине, где он говорил, что она любимая единственная. И этого ролика уже нет. Куда они его скрыли? Почему убрали? Зачем столько сажать, если нет здоровья? Уралка, почему ты сама не сажаешь? Он у тебя как раб. Тебе всё мало. Это уже жадность. Всем хорош не будешь. Или ты всю ревду обеспечиваешь закрутками. Как она может сажать? У неё ноги болят. Видимо, у вас никогда они не болели, и вам не понять. У меня болят так, я её хорошо понимаю. Ну, действительно, если болит, беспокоит что-то, зачем сажать это всё? Для чего? Оля, худейте. Вы сильно поправились. Сафар перед вами выглядит как сыночек. Правильно говорят, Олечка. Давайте начнём вместе худеть. И мне надо скинуть тоже вес. Да я думаю, что ещё и многие подтянутся. Надо марафон сделать. За лето скинут килограмм двадцать. Я тоже об этом думала, как мама и сын. Вы, Ольга, много командуете. А на самом деле сама ничего не можете сделать. Меньше жрать надо. Считаете себя красавицей. Но вы никому не нужная старая тётка. С вами Блохас живёт из-за денег. Квартиры, дачи. Почему только парни? Сама тоже кушать хочешь? Слушайте, чудо чудное. Уралочка наша только творожок есть. А остальное всё парни едят. И кроме свеклы ничего не ест. Целую тележку загружают. И она больше ничего не ест. Всё выкладывает, когда идёт распаковка. Это абдугани. Это тот, это тот. А полтора литровое молоко кто пьёт? Так сказать. Короче говоря, посмотрела ваш ролик, как говорится. Подход к ребёнку не знает эта женщина. Говорить такое лопнешь, а сама не лопнешь. Сидит за столом и говорит, всё парням, а ей типа только напиток. Оля языком работает, а блохаст руками. Так, ты, Оленька, никогда не похудеешь. Блохаст говорит, что у них в морозильной камере ещё с позапрошлого года протёртые ягоды. У тебя же есть протёртые ягоды? Лучше в творожок их добавь, чем этот сахар. Да там уже этих ягод давным-давно нет. Уралочка наша рассказывает, у брата красота и порядок на даче. А у тебя бардак. Дом неухоженный, грязь в доме. Хозяйка понятия не имеет навести порядок после зимы. Ходят обутые, окна грязные, шторы грязные. Всё некогда и некогда. Конечно, только плашет блохаст Ольга Королевна. Такая сидит на троне и команды отдаёт. Уберись в доме. Неужели не стыдно показывать такую грязь? Брат и его жена знают, что такое уют. И порядок, и руки на месте. А тут блохаст, что королева. А чё? Им и так сойдёт. Вы знаете, я ещё что подметила, когда они рассказывали, что были у брата, то у них в доме так тепло было, так тепло было. Потом она вроде бы запамятовала, не знала, на чём остановилась. Потом рассказывает дальше, что вот уже похолоднело, и мы собрались и уехали. Проголодались, вернее всего. Так надо было сказать. Рыбу коптили. Ну и как они нам обещали, ещё нам покажут коптильную. Они зачем затеяли этот разговор? То, что они коптильную не продали. Товары, которые приходят к ним на обзор, они вправе потом оставить у себя, продать, подарить. Это их дело. Не надо человека оскорблять. Здесь каждый подписчик высказывает своё мнение. Но в рамках приличия. Если вам понравился обзор, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok